Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 11.06 в Кире начинается программа «Дневной разворот». И здесь, в студии, сегодня, хотела сказать, нетрадиционная пара Николая Голиков. Пара как раз очень традиционная Николая Голиков. Для пятницы, для нашего эфира. Просто наш постоянный ведущий «Мужской пятницы» занят тем, что пополнил свое семейство мужской стороны. Так что пятницы будут скоро еще более мужской. Да, поздравим Володю. Мы еще не поздравляли в прямом эфире, кстати. Володя Сметанина, поэтому мы его, конечно, поздравляем. А мы сейчас гадаем, Коль, можно ставки делать. Вот он родился 12 апреля, Владимирович второй. А каким он будет? Юрием или Сергеем, ты думаешь? Ну, я думаю, Свет, точно не нам с тобой решать. Вот это вот точно. Он может быть и не Юрием, и не Сергеем. Да, ладно, хорошо. Нам ребята сообщат, я верю, на ближайшее время. Поздравляем еще раз Читу Сметаниных с пополнением. За пополнение, за мужское пополнение. Да, да. Ну, давай приступаем к нашей сегодняшней теме. Мы сегодня говорим с замечательными совершенно дамами. Они здесь у нас в студии в количестве трех. Их представит Николай Голиков. У нас сегодня в гостях Ирина Тружкова. Это доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории и политических наук ВИАД ГУ. Добрый день, Ирина. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня Елена Ивановна Титова, кандидат исторических наук и доцент. Здравствуйте. Здравствуйте. Той же самой кафедры. И Татьяна Лопаткина, Татьяна Андреевна. Добрый день. Это сотрудник экскурсионного дела Слободского краеведческого музея. Добрый день. Я думаю, что Елена и Татьяна могут без отчества, наверное, существовать в нашем эфире. Они очень молодые и симпатичные барышни. Ну, красивые отчества. Почему же их не называют? Татьяна Андреевна. Как бы. Я не хватает тебе мужского начала здесь, в этой студии. Всего хочется тебе. Хорошо. У нас есть опрос на сайте хакера.ру, посвященный нашему сегодняшнему эфиру. Да, тему, конечно же, нужно еще раз обозначить. И 15-летие студенческого научного общества отмечает ВИАДГУ в этом году. По этнографии. По этнографии. И начало, да, первой этнографической экспедиции 15 лет назад начались. И по этому поводу очень много мероприятий в ВИАДГУ. И там не только празднест, но и это очень уважаемая, на самом деле, история, когда вы доносите до жителей этого города и области, чем вы, собственно, занимаетесь, и рассказываете вы им об их корнях, можно сказать. Это хорошо. Не им, а нам. 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 Мы тоже жители этого города. Да, совершенно верно. Так вот, у нас опрос на сайте хакера.ру.ру. И звучит он так. Экскурсии по территории Кировской области мне... Если вы ездили на экскурсии, вам были интересны или не были интересны? Ну, или вариант такой. Были бы вам интересны, если бы вы поехали? Или вам они, в принципе, не интересны? А, подожди, да. Да. Не или, а именно такой вариант и есть. Были бы интересны вам экскурсии или не интересны? Потому что первый вариант я по-другому ведь озвучила. Вы ездили, вам понравилось или не понравилось? А вот сейчас вы готовы или нет? Кстати говоря, сегодня в новостях цитировали руководителя нашего туристического центра, который сказал, что, собственно говоря, прекрасно можно отдохнуть в Кировской области. Не надо тратить большие деньги. У нас тут... Ой, как хорошо. У нас на самом деле все очень хорошо. Я думаю, что после эфира я Татьяну Андреевну тихонько телефончик возьму в Слободской с экскурсией, приеду в красивейший город. Вот хотелось бы его посмотреть так вот целенаправленно. Не просто так пройтись, а вот со знанием дела. Да. Я обращаюсь сейчас к Ирине Юрьевне, Тружковой, доктору исторических наук. Да? Как человек, который, собственно говоря, благодаря которому сегодняшний эфир и состоялся. Я бы хотела, Ирину Юрьевну, вас попросить рассказать о Елене Татьяне. Вот расскажите нам про этих замечательных двух девушек. Ну, это выпускницы нашего доблестного, вязкого государства, уже объединенного и ставшего опорным. Это большая часть университета. Причем Елена, ну, можно с отчеством Ивановна, можно Елена, потому что я так думаю, что все выпускники этих потоков слушают сейчас нас не только в Кирове, но и в других городах нашего государства, потому что они разъехались по разным регионам России и даже за рубежом некоторые работают. Поэтому вот Лена — это представитель первого набора на гуманитарный факультет, вятгу, специалитета. А Таня — это окончательный набор, последний специалитет, вот тоже на гуманитарном факультете. А все-таки дайте мне возможность понять, это политех был или ПЕД? Это был политех, потому что в условном ПЕДе в гуманитарном университете историческое образование очень древнее, так скажем, с 20-х, 30-х годов. Там своя школа, а здесь вот была основана такая своя, но сейчас это все вместе объединилось. — И они друг друга пополнили. — Да-да-да. — Так, вот девушки. — И вот, значит, такая история. Поскольку был открыт второй очаг исторического образования, его нужно было развивать, в том числе и экспедиционно, и научно. И вот этнографические и археологические экспедиции — это один из видов классической университетской деятельности. Такая, можно сказать, очень-очень академическая история, специфичная. То есть некоторые иногда представляют, что история — это только архивы, газеты и музеи. Но история — это еще в том числе и экспедиции, этнография, археология. — Самое интересное. Я вам как выпускник Езд Геофака скажу. — Да-да-да. То есть мы не просто смотрим источники, какие-то законы, какие-то циркуляры, газеты старинные. Мы сами добываем. То есть те источники, которые в экспедиции мы добываем, они первого прочтения нашего. То есть до нас их там 20-30-100 человек не прочитало. Мы их сами правильно собираем и правильно вводим в научный оборот. То есть вот такая как бы одна из сфер деятельности историков, классических историков. И вот такая этнографическая экспедиция, вузовская, она была организована 15 лет назад. Вместе со СНО. Сначала СНО, потом мы готовились. У нас были весной-летом такие фрагментарные выезды. А потом вот экспедиция. СНО — это студенческое научное общество, да? СНО, да. Да, потому что, значит, как-то сновидениями так в разговоре там попросил. Ну, СНО не должно быть сновидением, как говорится. Оно должно реально работать. Как бы вот так вот. И вот как раз первые занятия вот были с курсом Елены Ивановны. Есть фотографии, где они еще вообще молоденькие после школы. Да, они сейчас молоденькие вообще. Занимаются наукой уже так серьезно, вот, с базой. И поэтому мы вот с нашим регионом влились в это этнографическое экспедиционное сообщество наше российское. Я думаю, что правильно, так качественно влились. Потому что вот результаты не заставили себя долго ждать. А в разных видах университетской работы они проявляются. И мы их используем в учебе, и в науке, и вот в кадровой, как бы, деятельности тоже. Так, переходим к девушкам, которые все еще молоды. Которые все еще молоды, и которые, я так понял, что кто-то из них, как минимум, участвовал в одной из первых экспедиций. Да, это я. Я участвовала. Я угадал. Лена. Что это было вообще, вот самое первое? Ну, вообще, конечно, стоит сказать, что это было одно из самых ярких таких и незабываемых впечатлений студенческой жизни. У нас группа была небольшая, и после этой экспедиции мы, конечно же, можно сказать, вернулись из этой экспедиции другими людьми. Потому что она нас очень сильно поменяла в плане того, что большинство из нашей группы буквально влюбились в этнографию и в археологию. Потому что, ну, это очень интересно. Первые такие впечатления, первые походы. А где вы были? Мы были в Лузском районе, это Северкировской области. Лальск? Да. В Лальске? В Лальске. Вам повезло, это очень красивая была экспедиция. Да, в Пангатэй-Лальск. Ну и, собственно говоря, конечно же, вот эта вот наша первая такая практика, она во многом определила и мои личные какие-то уже дальнейшие научные разработки. В том числе и в дальнейшем моя работа, диссертация кандидатская, в большей части тоже включала в себя этнографические данные. Ну и уже позже, даже после уже этой практики, с Ириной Юрьевной ездила и в качестве младшего научного сотрудника с другими курсами на эту же самую экспедицию. Ну и уже потом даже одна ездила. Вот так вот. И в том числе за рубеж. То есть у Лены Ивановны есть опыт вот такой экспедиционной работы и в Прибалтике, и на Украине. Там тогда еще не было такой русофобии. Поэтому вот... Там и сейчас нет такой русофобии. Ирина Юрьевна. Она только местами везде просвечивает. И не только в Украине, в Прибалтике. Кстати, Татьяна, они тоже. У них большая география вот экспедиционной работы. Просто про Лалицогаварельное такая удивительная судьба. Это же город, в общем-то, город, очень знаменитый город. А сейчас он борется за звание лучшей деревни России. Да, мы здесь рассказывали, кстати. Мы первые освещали вот эту идею, которая возникла. Ну такая градация, значит, от одного из главных городов на этом торговом пути. Да, да, да. Который имел контакты с Китаем. Ну, железная дорога прошла мимо, и на этом все закончилось. И благодаря этому теперь Лальск может участвовать в конкурсе. В конкурсе на лучшую деревню, да. Ну, может быть, и так. А у меня еще один все-таки вопрос, Елене. А потом перейдем к Татьяне после перерыва. Только маленький вопрос и короткий ответ. А вы вот как раз вот в эти страны, где распространяется русофобное настроение. Прибалтика и Украина. Ну да. Вы там, как вы ездили? Подогиды какой организации? Что вы там смотрели, изучали? Мы ездили туда на научную конференцию. И самое интересное, что вот в Ригу, например, мы ездили на первые заволокинские чтения. То есть это была такая специально организованная научная конференция. Международная. Да, международная конференция, где как раз обсуждалась тема старобрядчества. А я этой темой как раз со студенческой скамьей заинтересовалась. В том числе и в экспедиционных выездах тоже. Вот поэтому так получилось. А на Украине тоже так получилось, что я ездила в сопровождении еще студенток младшего курса в качестве младшего научного сотрудника. И мы там работали в архивах. И в том числе проводили небольшие опросы среди местного старобрядческого. Тоже тема старобрядчества. Да, то есть в принципе вот эта тема, она и сплотила мои поездки. Надо Лену отправить в Южную Америку, я считаю. Там очень сильно старобрядчество. Есть старобрядческие, да. Да и в Австралии можно еще. Конечно, да. Короче, куда подальше. Сейчас мы прервемся буквально на полминуты. У нас перерыв. И снова здесь в этой студии мы говорим о первых этнографических экспедициях ВИАДГУ. Ну и, конечно, не только о них. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 15 лет назад в ВИАДГУ было создано студенческое научное общество. И начались первые этнографические экспедиции. Начались они благодаря, по многому, благодаря Ирине Тружковой, доктору исторических наук, профессору кафедры всеобщей истории и политических наук ВИАДГУ, Ирина Юрьевна, у нас в студии. Я бы тут хотела уточнить. То есть студенческое научное общество по другим-то темам, оно было давно. А вот по этнографии оно создалось 15 лет. А я и так и сказала, что начались они, этнографические экспедиции. Благодаря вам. И вот здесь еще две воспитанницы Ирины Юрьевны. Елена Титова, кандидат исторических наук, доцент. Татьяна Лопаткина, сотрудник Слободского украинского музея и экскурсионный отдел. С Еленой, я думаю, что мы Елену представили, наши слушатели поняли. Кроме того, что она рыжеволосая красавица. Она еще и умница. И специалист по староверам. Старообрядцам. Старообрядцам. Есть разница? Это синонимы. Слава Богу. Так, теперь с Татьяной давайте познакомимся поподробнее. Татьяна Андреевна Лопаткина, экскурсовод в Слободском украиневедческом музее. Закончила Вятский государственный университет. В каком году? В 2012. Звежая выпечка. Мы закончили по специальности истории профилю историко-культурный туризм. Последняя специалиста, как уже сказала Ирина Юрьевна. Нас группа маленькая. Всего семь человек у нас было. Все мы работаем по специальности. Это был удачный набор и хороший факультет. Все трудоустроились. Историко-культурный факультет. И все по специальности. Такие креативщики. Наши этнографические экспедиции начинались по Кировской области. Первая этнографическая экспедиция была город Суна. Дальше больше также Киев, Одесса. Последняя наша практика была Финляндия, Швеция, Эстония. Они круче, чем я, географ, поездили. Коля, я тебе скажу. В Швецию тебе не довелось. Мы исследования все мои годы, к сожалению, после того, как Союз рухнул и бюджетов не стало, все исследования в пойме Вятки проводили. И у них еще есть выпускницы, в частности, Аня Иванова, да, Таня? Она сейчас по историко-культурному туризму, представьте, работает в турагентстве в Китае. Мы знаем теперь, к кому обратиться, если что. А Таня ей звонила до эфира и сказала, что Аня, давай включай, посмотрим, какая связь с Китаем. А вот если бы, Ирина Юрьевна, нам раньше сказали, мы бы сами Аню включили. И сейчас бы вывели бы ее в эфир. Ну, в следующий раз. Кто-то у нас там еще на Ближнем Востоке работал, в Эмиратах, в Турции, по-моему, ездили тоже на практику. Потому что эта тема тоже сейчас очень историко-культурный туризм, такая очень актуализированная. Ну и дальше, Таня, я так дополнила тебя. Ну, занималась я историей родного края. Моя дипломная работа полностью сейчас помогает мне в работе. Это основа моих экскурсий. А как тема формулировалась дипломной работы? Слободской, Кировской области, как паломнический туризм. Как паломнический туризм, да? А вы с вами Слободского? Да. Видите, как говорится. Вот, я думаю, такие выпускники, они увеличивают качество жизни в нашем регионе своей работой. Понятно, что мы дотационным регионом в ближайшее время так и останемся, не будем регионным донором или хотя бы себя обеспечить. Но качество жизни мы можем повышать, в том числе и работая в таких высококвалифицированных кадрах. Видите, там, то есть уже высокого уровня специалисты работают, в том числе и над экскурсионным делом в таком, на самом деле, красивом городе Слободской. Ирина Юрьевна, так ведь и хорошо, регион дотационный, денег немного, далеко никто не ездит. Вот Слободской всего на 30 километров. Да, и так красиво. Они сейчас в Анфилатовском доме там. Ну, Слободской, конечно же, это место притяжения туристов. Это очень красивый город, конечно. И кировчане, я уверена, ну, просто по своему опыту могу сказать своих знакомых и людей, которые сюда приходят, нет-нет, да и поедут в Слободской. Благо, не так далеко. И о нем, пожалуй, больше, чем о других городах Кировской области знаем. И благодаря Слобожанам самим, потому что они очень активные люди, и они себе любят распространять хорошую, позитивную информацию. Там действительно есть на что посмотреть. Вот. А вы почему, Татьяна, вернулись в Слободской? Отучились в Кирове. Семь человек всего в выпуск. Кто-то в Китай уехал, кто-то еще куда-то. Да, я не в Слободской. Просто устроила свою личную жизнь, вошла замуж. Замечательно. И вернулась за мужем. Много народу приезжает в Слободскую? Достаточно. То есть без работы не остаетесь? Нет. Без работы мы не остаемся. В 2016 году, как Ирина Юрьевна уже сказала, Кировический музей переехал в новое здание. Это купеческий особняк Анфилатова. Анфилатов у нас знаменит тем, что впервые начинают торговать с Америкой. Также открывают первый общественный банк в Слободском. Один из первых в России. И вот идет восстановление экспозиций постоянных, тесное сотрудничество с Москвой, с московскими архитекторами. Архитекторами? Они работают над восстановлением зданий? И специалистами своего дела, музейщиками. И, кстати, вот Татьяна, такой молодец, такой патриот-альмаматор, она сейчас в Слободском музее организовала выставку про 15-летие нашего сно и этнографической экспедиции. И на эту выставку уходят и школьники, и там же есть колледжи еще в Слободском, и студенты колледжей, как будущие наши абитуриенты нашего вуза. Сколько, Таня, там прошло уже в ваших школьниках? Ну, около 100 человек. 100 человек. Вот она уже проагитировала поступать в наш Швейцкий опорный университет. Это хороший выпускник. Свой человек в Слободском, это всегда хорошо. А что случилось с отделением историко-культурным, который в 2012 году уже Татьяна закончила? Вы говорите, что это был последний выпуск. Нет, последний в рамках специалитета. Сейчас он продолжается в рамках бакалавриата. Я не понимаю, что такое специалитет. Это даже те, кто учится, по-моему, не понимают. Какая разница? То есть раньше на специалитете учились 5 лет, а сейчас его сменил бакалавриат 4 года плюс магистратура 2 года. То есть неважно, сохранился. Да, специалисты это полное уже высшее образование, а бакалавриат это незаконченное высшее образование. То есть это прикладное такое, по баллонской системе, как говорится, учимся. Ну, бог с ним. Главное, что историко-культурный, да, осталось. Тема осталась, это главное, да. Тема осталась. Много ли народу сейчас там учится? Ну, у нас есть, в основном сейчас у нас по историко-культурному туризму магистратура. Один год. Два года. Да, два года. И там, в том числе, у нас есть программы по этой теме на два диплома. Один семестр мы учимся в Латвии, в ВУЗе, Международная Балтийская Академия. Три семестра здесь, и студенты получают два диплома. Образца Российской Федерации, образца Евросоюза. То есть, вот мы этот историко-культурный туризму так двинули. То есть, русофобные отношения в нас стране никак не влияют совершенно на историко-культурные взаимоотношения двух народов, да, и двух стран. Поэтому вот у нас же есть выпускники, которые имеют дипломы вместе с вятским дипломом, диплом, признающийся во всех странах ЕС и в тех странах, которые заключили с ЕС соглашение о признании диплома. У нас разъезжаются, конечно, по веру и имеют возможность работать. А сколько всё-таки человек учится сейчас? Ну, пока единичные, единичные. Это в магистратуре вы имеете? Да, да. А бакалавриат пока группы не на... Вот сейчас, на данный момент, нет пока. Почему? Такая замечательная специальность. Мы столько говорим о внутреннем туризме и внешнем туризме, и о связях, и обо всём. Да и диплома ещё сразу два разных образца. Специалистов не хватает. Специалистов не устроены. Ну, почему нет? Просто, как бы, ну, я думаю, это дело будущего. Ну, Татьяна же работает сейчас в этом направлении, да? То есть, она вам готовит будущих первокурсников? И не только на всему вузу. Ну, это бюджетное или это было платное отделение? Это было платное, это платное. В этом дело, да. Может быть, и в этом дело, конечно. Ну, я не знаю. Я бы, конечно, если бы я поступала, ещё не реклама никакая, потому что группы-то нет, это не реклама. Вот. Но я бы, наверное, за такие вещи, за двойной диплом, за путешествия, за такие практики... Но, представляете, целый семейстер жить в Евросоюзе и пользоваться всеми благами студента Евросоюза. Там у них бесплатные музеи. Да бог с ним. Я бы в Одессе прекрасно пожила, на Курилах или ещё где-нибудь. Ну, куда бы ни занесла, этнографическое или археологическое. Нет, ну, к тому же, ладно, бог с ней за границей. Просто сама жизнь такая, что сколько экспедиций. Вот даже вот то, что где вы побывали, да, ведь это... Я вот и в Лариске-то ни разу не была, только рассказываем про него. А я бы много раз и ещё бы раз побывал сюда. Туда можно ездить вообще бесконечно. Бесконечно, совершенно согласен с вами. И вот говорят, что этнотуризм — это ещё этнотерапия. Потому что, вот как вы сказали, это лечит. То есть периодически человеку, современному, который живёт в стрессах, в таком вот цейтноте, времени, ему надо возвращаться в какие-то этноместа, так скажем. И родная культура уже, вы считали учёные, она лечит. Поэтому вот можно не пить дорогостоящие таблетки там от всяких, а просто уехать. И можно просто не пить. Да. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с вами, о чём мы сейчас поговорим. Уехать, у тебя родные там пейзажи, родные виды церквей, обычаи, обряды, стиль жизни вот такой. Он тебя поставит обратно как бы в хорошее состояние нормы. Но это действительно очень важно, потому что особенно для горожан, и в таком напряжённом сейчас информационном поле, которое есть, когда ты бесконечно задаёшься вопросом, молодые люди, почему я родился здесь, а не там, где вот это вот проспекты, улицы и летающие машины и так далее. Что я должен в этой жизни доказать, да, как вообще всё это случилось, есть ли справедливость в этом мире. А потом человек приезжает в тот город, где летающие машины, живёт там полгода, и начинает умирать от тоски, и возвращается обратно. Да, да, я просто, совершенно верно. И я про то, что, конечно, если бы была возможность, я вот уверена почему-то, если бы была возможность участвовать горожанам в этнографических экспедициях, как узнаешь, туристы космические, пришёл в центр туризма, который у нас есть, и говоришь, а у них там выбор... А если к вам на кафедру прийти и сказать, вот я хочу съездить в экспедицию? Мы подумаем над вашим запросом, сделаем какую-то образовательную программу. Не-не-не, не подумал, я должна прийти, а у вас там выбор на год. Весной, летом, осенью, зимой. Я говорю, так, я, значит, еду летом в Лалиск, потому что весной там делать нечего, я думаю. Зимой там ещё куда-то. Зимой там нормально. Зимой сюда, это сюда, и у меня вот, пожалуйста, туристический какой-то. Вот видите, как хорошо мы с вами общаемся. Мы подумаем над вашим запросом образователями. Это же тоже, мне кажется, такая разновидность туризма. То есть не просто там куда-то поехал, да с детьми смотреть, а поехал конкретно там вот заниматься делом. Да, мы вам какие-то лекции прочитаем, обзорные, не обзорные, чтобы там... Нет, лекции, это хорошо, конечно, это по пути в Лальске можно прочитать. Да, по пути, по пути, а то вы приедете, вы же не будете знать, куда вы приехали. Только чтобы не было такого, чтобы мы походили... Нет, за ум и всё оставим, а то у нас будет креативная, хорошая учёба. Важно, чтобы мы не просто походили с Татьяной Андреевной или с Еленой Ивановной, или с Ириной Юрьевной, а чтобы мы что-нибудь покопали, чтобы мы что-нибудь подкрывали. С кем-нибудь пообщались, подкрывали, порисовали узоры там и так далее. Кстати, мы что-то до эфира говорили про то же Зюздино, да? Да, да, да. Вот это же интереснейшее место, где на самом деле живёт уникальный народ. Зюздино. Зюздино. Зюздино, Фанессовский район, коми-зюздино. Сейчас я найду это выражение. Зюздинский вариант такой. Зюздинский вариант. Да, коми-культура. Локальная культура. Именно, да, совершенно уникальная культура, в которой, я так понял, что просто уже людей не хватает её изучать, пока она ещё есть. Да, да, вот именно что пока ещё есть. Я вам в Ветгу хочу сказать, что если уж не хотите центра туризма, то однозначно на такие историко-культурные, этнографические экспедиции к вам бы не только горожане, кировчане собирались. Из других регионов. Из других регионов поехали бы. С целымным удовольствием с целыми семьями. На практику. Целыми семьями. Ну тогда это будет не учебная практика, если целая семья, это будет какая-то семейная практика. А мы не говорим про учебную практику. Конечно, у меня учебная практика. Мы вообще говорим про туризм в данном случае. Это как бы просто такой в новой форме туризма. Да, да. Так сказать, апгрейд этнографического образования. Совершенно верно. Его пересмотр и, может быть, какое-то более увеличенное прикладное значение. В том числе и коммерческое значение. Да, да, да. Потому что за такое удовольствие люди все равно деньги заплатят. Видите, как хорошо. Давайте мы сами продумаем эту идею. И у нас будет такой областной региональный проект. Там мы с Колей будем в доле. Да, да. Потому что космический туризм это хорошо, конечно. А сцентографический туризм это немножко другое. А там уже забито место такое на космическом туризме. И там еще не каждого берут. Конечно. Да, Абвецкий край это тоже космос. Понимаете? Это огромная антилистическая территория. Да, мы сейчас на этой замечательной ноте впередемся на две минуты на рекламу и вернемся с нашими гостями в студию. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжаем нашу программу. Она сегодня у нас посвящена 15-летию студенческого научного общества и началу этнографической экспедиции в нашем ВИАДГУ, который ныне у нас опорный вуз. У нас в гостях Ирина Юрьевна Тружкова, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории и политических наук ВИАДского госуниверситета. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. И две выпускницы. Две выпускницы, две участницы этих экспедиций. Это Елена Титова, кандидат исторических наук, доцент, и Татьяна Лопаткина, которая ныне работает в экскурсионном отделе Слободского окровического музея. Я должна вам сказать, друзья, что голосование-то на сайте Эхо Кирова и в нашей группе ВКонтакте идет. А вопрос у нас был сегодня такой. Экскурсии по территории Кировской области мне были бы интересны, первый вариант ответа, второй вариант мне были бы неинтересны. И что у нас? Вопрос, конечно, так задан. Вопрос, конечно, интересный. Значит, на сайте 50 на 50 на хакеру.ру. А в нашей группе ВКонтакте 76% говорят, что были бы интересны. Видите? Там, возможно, мне кажется, просто нашу передачу слушают, поэтому растет число тех, кому было бы интересно. Мы же сейчас говорили в перерыве, что вот какие были бы интересны. Вот меня когда забирают ребенка, например, в экскурсию в город какой-нибудь на автобусе, я очень переживаю за эту экскурсию. Во-первых, мне не очень нравится дорога, которая идет в этот город, но это отдельная тема. Автобус, возможно, мне не нравится. Я еще переживаю за то, что они там увидят. В основном предприятия какие-то показывают. Предприятия и кровеческий музей. Кровеческий музей, как правило, да. Он нисколько не изменился за 40 лет. С тех пор, как я его там видела, например. И он точно такой же. А вот когда вы рассказываете про археологические, этнографические экспедиции, про восстановление храма, про то, что можно взять коромысл, сходить за водой, про то, что можно нарядиться в костюм той эпохи. Кто-то может порисовать, кто-то порубить дрова. Это вообще замечательно. И тогда действительно вот этот взгляд назад и обращение к своим корням в полной мере можно ощутить. Такое воспитание этническое, воспитание современное. Совершенно верно. Одна из форм, можно сказать. Нужно понять, какой путь прошли твои предки, прежде чем ты здесь оказался. Да. Это очень все интересно. И теперь мы еще должны напомнить нашим слушателям, что, к сожалению, в этом году группы историко-культурной нет. Ну, я думаю, она будет со временем. Так-то уж печалиться не надо. Но, возможно, она будет. Кстати, мы вчера буквально говорили здесь с министром образования, господином Исуповым, по поводу заказа. Госзаказа. Я понятия не имела, есть ли госзаказ на туристическую какую-то или этнографическую, или еще какую-то такую отрасль. Мы говорили о других совершенно вещах, про промышленность все больше. Но вообще это интересно очень. Я такой вопрос даже ни разу не задавала нашему туристическому центру. То есть понятно, что там работают у нас экскурсоводы, в том числе и бывшие преподаватели, школ, вузов и прочее. Возвращение специальности. Да-да-да. Ну, вот как бы какие-то сложные такие продукты и новые какие-то. Новые продукты, именно, да. То, что новые продукты сделать на старых дрожжах невозможно. Человека нужно уже готовить к совершенно другому мышлению. Вот, если правильно мыслите. Вот, и видите, очень хорошо. Вот это 15 лет, с одной стороны, маленький юбилей, с другой стороны, достаточный, чтобы какие-то итоги уже рассматривать первые. Но вот эти все экспедиции наши, они привели к тому, что у нас целый пул монографии издан впервые. Каждая тема, которая как бы рассматривается в этих монографиях, это можно смело говорить, это впервые в Кировской области, в Ядском регионе исследован такой-то вопрос в этнографии, такой-то вопрос в этнографии, и дальше, и дальше. Перспективы очень большие. Видите, кадры находят себя, тоже качественно работают. Методическое оснащение, гранты. Вот, это хорошая история про гранты. Да, про гранты. Ну, вот этнографическая проблематика, ВИАДГУ и ВИАДГГУ, и снова ВИАДГУ, она как бы только в последние годы, ну, в основном только в последние годы, с 2012 года мы так посчитали, что мы принесли такое понятие коммерциализации, научных, путем грантов, около 3,5 миллионов рублей. Это значит, что вы благодаря своим работам участвовали в конкурсах, выигрывали эти гранты. То есть вот мы набираем в экспедициях сырье, и его вот так часть тематически используем в этих грантах. Надо просто людям сказать, кто про гранты не очень, может, научные, образовательные знают, эти гранты поступают в ВУЗ, и снова опускаются эти деньги на новые разработки. Нет, но они просто не поступают. То есть объявляется, допустим, какой-нибудь федеральной структурой конкурс вот таких научных, там, педагогических работ, Министерство образования, различные фонды РФФ и РГНФ, например, еще там другие. Общественные, кстати, фонды для НКО тоже вот можно этим заниматься. Вот, и поскольку у нас есть сырье, и пул какой-то уже наработанной информации и проанализированный, кадры, вот, мы делаем заявку. Если она побеждает, как бы какая-то сумма перечисляется вот... Куда? Кто получает эти деньги? Университету, в рамках которого работает эта экспедиция. Университету? Да. Сейчас у нас, кстати, есть лаборатория научная, она в системе РАН. Ну, то есть все-таки университету поступают эти деньги, а, соответственно, университет может их использовать для дальнейшего развития, в том числе и историко-культурного. Так не может он, согласно заявке, их и должен использовать. Только согласно заявке, которая выиграла. Вот. И еще вот одним из результатов этой экспедиционной научной деятельности можно назвать то, что у нас создана совместная лаборатория с Удмуртским институтом языка, истории и литературы Уральского отделения Российской академии наук. И эта РАНовская лаборатория, она пока единственная в гуманитарных сферах, а кроме этого в Кировской области есть две, но они, естественно, научные РАНовские лаборатории. То есть, видите, качественная, классическая, академическая, экспедиционная в данном случае работа, она позволила нам организовать РАНовскую лабораторию. Ну, конечно, пришлось, наверное, потрудиться, напрячь свои связи, потому что, представьте, мы придем и скажем в Академию НУК, а организуйте нам лабораторию. Они не все и согласятся. Тут как бы нам удалось такое, как бы везение выпало и дружба такая между специалистами разных регионов. Что так высоко оценили наш уровень, и у нас есть эта лаборатория. Кстати, грант это мы пишем от лаборатории, это высокий уровень, считается, что РАНовская структура. И, кстати, все студенты, которые участвуют, они от лаборатории тоже приобретают вот такие опыт участия. Сколько сейчас экспедиции в год организуют? Ну, экспедиции, видите, что считать экспедиции? Практики-то у нас 2-3 бывают в год со студентами. Тоже выездные? Да, выездные. Вот мы сейчас запланировали со студентами второго и первого курса нашего доблестного университета поедем. Будем очередную команду учить вот этим академическим знаниям, можно сказать, священным знаниям историков и вообще университетских специалистов. Очень, потому что высокий уровень, ну, как без патриотизма своего вуза, да, вот, обойтись. Вот, поэтому, как бы, а так вот мы... Замечательно, так и надо, я считаю. Да, а так-то вот, куда мы не едем, с Леной Ивановной, с Леной, с Таней, с другими, наша жизнь, можно сказать, всегда экспедиция, всегда экспедиция. Вчера вот я поговорила с одной женщиной около магазина, она мне такую этнографическую информацию выдала, что наш вязкий край чем замечательный, что это вечная экспедиция. У нас такая степень сохранения этнокультурной информации, что куда пойдешь там... При том, что совершенно разнообразная информация, то есть там можно... Едешь в Толебусе, тебе какая-нибудь там старушка говорит, молодушка, передай-ка денежку, понимаете, вот, все, экспедиция. Вот так вот. Да, это очень интересно, действительно. У меня вот вопрос, тут что-то у нас Ирина Юрьевна разговаривала, девчонки как немножко примолчали. Да. Татьяна, вот смотрите, вот в старой такой интермедии советской была фраза, забудьте все, чему вас учили в УЗИ, когда приходите на предприятие, да, там, ну, все будет совсем по-другому. Вот сейчас вот то, что вы прошли вот за эти годы, да, вот те экспедиции, те вот, те знания, те лекции, все прочее, это нужно или все по-другому? Ну, скажем так, часть знаний, которые я получила по учебе, они мне пригодились. Это основа моей работы, это дипломная моя работа на сейчас. То есть дипломная работа для вас оказалась полезной и правильной, да? И также различные исследовательские работы, которые мы проводили, они сейчас пользуются в моей работе, я их использую, провожу экскурсии, это основа для моих экскурсий. А какую-то вот такую экспедиционную работу вы сейчас не ведете сами уже? Сейчас мы с Краеведческим музеем тоже у нас раз в год бывают экспедиции, мы этнографической занимаемся. Все-таки без этого никак, да? Поле тянет. Мы ездим по району, по Слободскому району и собираем предметы, которые были бы полезны для показа. У вас же такой район, как Кировская область в миниатюре, у вас там и Светозарево, у вас там и Корино, у вас там вообще, не знаю, все народы нашей области представлены. Для Селия и, кстати, Старобрядцы тоже есть Слободского района. То есть как бы вот такая, я говорю, Кировская область в миниатюре, там как бы всего есть по чуть-чуть. Слушайте, у нас трагедия с опросом на сайте эхакирова.ру, очень усилилось голосование. Я прям специально зашла даже на панель управления посмотреть, сколько человек проголосовало. 43 человека проголосовало, так вот, видимо, очень сильно почему-то не в ту сторону. Неинтересно, а 43 человека интересно говорят. В Кировской области? Ну, это можно тоже обсудить. А ВКонтакте 20 человек говорят интересно, 7 говорят неинтересно. Ну, можно сравнить. Наоборот, молодые хотят. Да, 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 да. Можно это сказать. А мы не печалимся, нормальная информация. Как бы она ведь не говорит, что это записывается. То, что мы говорим сейчас. Да, вы в прямом эфире. Вы в прямом эфире, так что тут все фиксируется. Поэтому, как бы, я считаю, что это реальность, а реальность не может быть плохая или хорошая. А вот если у людей, например, такое негативное отношение... Нет, да, оно не негативное. Это они вспомнили... Наверное, я хорошо картинку нарисовала, как в трясущей всем пайзике. Да, вспомнили дороги, вспомнили, афробусы дымящие. Да, надо тоже доехать. Нет, но это как бы руководство действия. Я тоже, кстати, по Наринску поговорю. Нет, это руководство действия, что нужно исправлять. И люди молодцы, им спасибо, что они как бы нам сигнализировали, что вот это еще надо доработать. То есть, как бы, нет предела совершенству, поэтому я думаю, что все нормально. Ну, просто это правда. Вы знаете, классическая такая экскурсия, это душный автобус, трясущаяся дорога. Жизненный пирожок, да? Уж простите, заунывный голос. Те-ре-ре-ре-ре-ре-ре. Который, который рассказывает одно и то же в суслове жизни. И, кстати говоря, очень многие сейчас как раз дыхают по тем временам, кто застал их и кто сам активно участвовал. Когда ножками своими, пешком, ты куда-то идешь, даже если тебя высадили, да, ты идешь с рюкзаком вот куда-то туда и живешь ты вот в каком-то таком... Чистый воздух, тишина. Да, доме. То есть вот тоже Рябово, например. Там же совершенно негде остановиться и негде там провести время. Хотя места потрясающие. Летом там просто замечательно. Я и говорю, что вот как бы и специалисты нужны, и всю ситуацию нужно по-новому воспринимать как бы. Где там, почему такие вот негативные, например, отзывы? Потому что это такая реальность, где-то что-то надо работать. Логистику эту туристическую. Потом вот именно, есть ведь отдельная специальность туризм. Но, а есть вот историко-культурный. Историко-культурный работает больше с содержанием. Вам надо соединить это все. Историко-культурный туризм организации. И этнографически обязательно. А, кстати, вот в странах, где туризм дает большой ВВП, большой процент ВВП, у них этнографический туризм всех больше дает. Мы это знали. Мы это знали. Мы заканчиваем наш первый час. Время подошло к концу. Благодарим наших гостей. Ирину Тружкову, доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории и политических наук ВИАДГО Елену Титову, кандидата исторических наук и доцент Татьяна Лопаткина, сотрудника Слободского краеведческого музея. Съездите в Слободское, друзья. Там правда здорово. Татьяна, я уже точно вот сейчас сразу после эфира к вам с этим вопросом. Дневной разворот заканчивается. Через 20 минут культпоход.